добрый вечер всем всех приветствую жду 1 2 пару глазок сегодня наш эфир четверг 22 00 или 22 с малюсеньким хвостиком и традиционный эфир который я провожу по четверга вот уже вижу что присоединяются пары глазок вижу уже знакомые пару глазок вижу что присоединяются новые рада видеть анечка привет инга привет всех кого знаю кто уже не первый раз ирина со мной на эфирах на четверговых эфирах всем привет очень рада вас видеть для тех кто меня не знает или будет смотреть этот эфир в записи или будут смотреть перепосты кстати буду рада вашим репостом буду рад если вы будете делиться уже сейчас можно назнать и назначить на не назначить как правильно нажать нажать кнопку репосты сегодня мы с вами будем говорить о страхах зовут меня светлана горбач добрый вечер ирина зовут меня светлана горбач я психолог психолог на всю голову которая ну так что красиво повышает ценность жизни клиентов хотя недавно мне сказали что я оживляю людей тут я озадачилась задумалась почесала затылочную кость привет там приветствую домар добрый вечер и подумала что я об этом подумаю так сегодняшний эфир мы будем говорить о страхах а страхах которые нас останавливают вообще давайте по честному страхи настолько обширная огромная тема что в один в один эфир впихнуть невпихуемо у меня точно не получится я подумал что я разделю минимум на два эфира сегодняшний минимум на два эфира эту тему страхи сегодня мы поговорим про страхи которые нас останавливают следующий эфир у нас будет я посвящу так называем таким страхом как иррациональным страхом который не очень понятно вообще откуда берется да и мы посмотрим откуда откуда мы хопаем эти иран и иррациональные страхи которые ну в общем да там когда ура вера попала с самого начала привет верочка так вот сегодня мы говорим страхи которые нас останавливают да мы так чуть-чуть познакомимся с тем и страх вообще что это за зверь такой почему нас останавливает и что с этим делать что самое на самом деле важное привет оксаночка следующий эфир мы будем говорить об иррациональных страхах они тоже нас останавливают и берегают и хранят разные варианты того как служат нам страхи но проводки иррациональные страхи которые не очень понятно откуда что почему я например боюсь там не знаю чего-то да человек не совершающий если не про это просто одни одни из запросов до которые приходят там чего вы из тюрьмы вроде никаких предпосылок почему-то очень жуткий страх так вот проводите иррациональные страхи мы будем говорить следующий четверг сегодня мы будем с вами говорить о страхах которые нас останавливают и я достаточно часто встречаюсь с большинство наверное кто из вас сейчас смотрит этот эфир и кто будет смотреть эфир в записи наверное вам будет откликаться то чем будем говорить когда мы будем говорить о страхах изменений например да или почему человек не идет в то что он уже давно хочет да почему человек саботирует изменения почему человек делает все чтобы не делать то что на самом деле надо или когда вы запланировали себе там x действий и в течение дня вдруг и бок вечера вы ловитесь и на том что вы всё время заняты вы всё время заняты вы что-то делает делаете делать все делаете делать и делаете но только не то что вы запланировали и вот вот об этой такой разновидности да да об этом явлении я хочу поговорить сегодня здравствуйте наталья я хочу татьяна привет дорогая б straight я сегодня хочу поговорить с вами об этом и в общем то хочу поделиться одним интересным инструментом, как это явление можно обойти. Потому что у страхов много корней, много причин, много последствий. И важно, на эфире я не могу дать терапию в страхах, я не могу проработать, но я могу поделиться инструментом, которым я делюсь в программе «Антимарафон», как мы обходим страхи и сопротивления систем. Так вот, на самом деле у страха есть такая очень двойственная составляющая. С одной стороны, страхи настолько пронизали нашу жизнь, что если вы вот честно сами с собой проанализируете, я когда вообще готовилась эфира, я вдруг подумала, что страхи, они как деньги. Вот как бы ни странно это прозвучало, вот насколько деньги пронизали большую часть, да, большую часть сфер всей нашей жизни. Вот настолько страхи, если так по-честному и сам с собой, наедине, страхи настолько пронизывают большую часть сфер нашей жизни, что иногда начинает казаться, а может быть это и не кажется, что страх – это основной мотив и, возможно, основной вопрос, с которым мы разбираемся на протяжении, собственно, всей жизни. И можно с этим, конечно, поспорить, потому что, с другой стороны, страхи, как и деньги, настолько табуированная тема, и большему количеству из нас, ну, как бы стыдно бояться, да. Нас маленько, вот как многих учили там про то, что деньги вначале для других, потом для себя, а вначале, да, или там деньги людей портят, и деньги грязь, так же самое нас учили не бояться. Да, кто из вас не слышал в детстве фразу «ты что, что ты боишься? Ты что, маленький? Или ты маленькая? Или ой, фу-фу-фу, там, трусишка, там, боится», да. И как-то проявление страха, признание себе в чувствовании страха было наказуемым. И мы научились, большинство из нас научились страх не признавать, а вытеснять, отвергать, делать вид, что я вообще крутой герой, ничего не боюсь, боятся только трусы. И мы отвергаем, большая часть людей отвергают свои страхи, не признавая их, не соглашаясь вообще с существованием страхов, вытесняя эти страхи в такой, знаете, далёкий-далёкий чулан своего уже даже несознания, да, для того, чтобы не смотреть, не быть лицом к лицу со страхом. «Андрей, приветствую!» Для того, чтобы не быть лицом к лицу со страхом, для того, чтобы не взаимодействовать с ним и не признаваться, и не быть осуждаемым за то, что я чего-то боюсь. И чаще всего людям настолько, вот, извините за тавтологию, страшно бывает признаться, что им страшно, что они начинают эти страхи своим компенсировать. Не просто прятать их от людей, а прятать их от себя. Мы начинаем пытаться скрыть и компенсировать этот страх чем-то, эти страхи чем-то совершенно другим. Ещё раз повторюсь, наверняка вы замечали. Кстати, дайте знать, что вам это знакомо. Я знаю, что чат немножко опаздывает, но мне будет вот приятно понимать, что я на одном языке говорю с вами. Дайте знать, что вы ловили себя на такой ситуации, когда вы запланировали какое-то важное дело. Я не знаю, пройти тренинг, прослушать антимарафон, кто у меня в антимарафоне, просто знаю, что вы с этим сталкивались. Вот сделать важный звонок, не знаю, что-то сесть проработать, написать. И вы запланировали вот на этот день. И вы целый день что-то делаете, вас кто-то отвлёк, вы отвлеклись, тут вас спросили, тут вам нужно срочно сварить борщ, а тут вам надо срочно помыть полы, а тут вы так устали, что вам надо срочно отдохнуть, всё что угодно, но лишь бы не прикасаться к тому, что действительно для вас важно. И при этом, вот я вижу, что да, есть, я не одна. И при этом вы вроде как бы не чувствуете страха на уровне осознания, потому что осознание, я реально боюсь это сделать. Я боюсь, почему-то мне страшно это сделать, но уровень осознания это даже не выходит. Всё время находятся такие какие-то компенсации для того, чтобы не взаимодействовать с этим. Замечаю, что большинство моих клиентов замещают страхи агрессии внутренней и внешней. Конечно, конечно. И агрессия одна из либо внутренней, либо внешней. Для того, чтобы не встречаться со своим страхом внутри себя, она сразу включается в защитные механизмы. Мы сразу дистанцируемся от этого, да, выставляя свой защитный слой и, собственно, взаимодействуем с другими людьми теми же самыми защитными слоями. Потому что, и не думала, что меня сейчас сюда унесёт. Привет, Наталья, рада тебе очень. Но мы, в принципе, взаимодействуем, да, если брать человека как существо, да, есть защитный слой у нас. Не планировала рисовать это, но чуть-чуть нарисую. Есть наш защитный слой, есть наш слой внутреннего ребёнка и там ядро, да, центр. И мы друг другом с себя сталкиваемся вот этими защитными слоями для того, чтобы не чувствовать, не встречаться и не показывать свою уязвимость. Но этом я уже ухожу чуть-чуть глубже, но на самом деле это так, потому что все наши страхи, они… здесь защита, здесь то, как мы защищаемся. Компенсация через агрессию внутреннюю, внешнюю, через деланье… Конспектирую. Через деланье… Знаете, есть такое вот то, о чем я говорила. Да, деланье не дело. Вот, да, вот я как будто бы чем-то занята, но только чтобы не делать то, что мне важно и нужно сейчас. Через вытеснение, через потерю сил. Возможно, вы знаете такое, что вот вы запланировали что-то делать, важное для вас, и всё, и вас выключила, просто вот вырубила. Нету сил пошевелить пальцем левые ноги и сказать «ква». Не то, чтобы подняться и что-то делать, а вообще вырубая. Это тоже как одна из компенсаций, как один из вариантов сбегания, встречи с тем, чего страшно, и признание того, что страшно. И вот этот вот бег от страха, да, либо вы устраиваете себе такой, знаете, бег в колесе. Когда вы настолько бежите от страха, вы, люди, я в том числе, мне знакомы, я очень хорошо знаю, о чем я сейчас говорю, и вы устраиваете себе такой ритм жизни, такой темп, что вы начинаете чувствовать, как белка в колесе, знаете, такой «тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык», день сменяется днём, день сменяется днём, ночью пролетают вот так, нет денег, сразу в силу появляются. Вариант, между прочим, Наталья тоже может быть. У всех по-разному, я знаю обратную реакцию, но, да, и такое бывает тоже. И вы устраиваете себе, люди устраивают себе бег в колесе, убегая от осознавания своих страхов, даже не признавая в том, что мне страшно, и не пытаясь понять, а чего я на самом деле боюсь, и встречи с кем-либо с чем внутри себя я боюсь. И принимая это вообще как за стиль жизни. Это, знаете, как мне напоминает вот такой вот стиль, когда человек бежитолкает машину, я люблю эту метафору, в разных его контекстах, когда человек толкает машину, ему говорят, остановись, бензин залей. Он говорит, да нет, времени бензин залить, толкать надо. Это вот право от этого, да, потому что когда мы бежим, то есть мы затрачиваем огромное количество сил, эффективность при этом не самая высокая, потому что мы затрачиваем силу не на движение к цели, либо к тому, что нам надо, да, даже иллюзорное, а от убегания от чего-то внутри нас, каких-то страхов внутри нас, от которых на самом деле, ну, бежать очень сложно, может только вытеснить, и то вылезет все равно просто каким-то косячным способом и богом. И когда мы начинаем, когда я начинаю разговаривать со своими клиентами, со своими группами в проектах, с которыми я работаю, когда я начинаю разговаривать, выяснять, куда бежим, от чего бежим, а почему ты там 357 сделала дел, но не сделал три звонка, а почему вот откладывается все время что-то, почему находится тысяча и одна причин не делать то, что на самом деле важно, заниматься чем-то, что не приведет к результату. Как правило, мы приходим к такому известному страху изменений, ну, известный, потому что многие говорят, да, кто-то говорит, что там находится страх успеха, кто-то говорит, что страх неудачи, кто-то говорит, на самом деле, ну, вот этот страх изменений, он, муркав, вылетело слово, простите, он многосоставляющий, да, то есть в нем есть разные аспекты, потому что когда мы хотим каких-то изменений, и это касается не только целей, материалов, не знаю, там, дом, машину, дачу, самолет, но и в принципе многих целей. Наконец-то пойти учиться, да, купить там, заработать денег, купить дом, выстроить отношения, наладить отношения с мужем, либо выстроить отношения с мужчиной, с партнером, с женщиной, построить, начать работать в бизнесе, да, запустить свой проект, наконец-то, наладить отношения с детьми. Во всех этих сферах, во всех этих зонах мы встречаемся с тем, что называется страх изменений. Страх изменений – штука коварная, потому что в принципе наше сознание, наш неокортекс говорит нам о том, что, чувак, я знаю, чего я хочу. Когда мы вот это сделаем, будем вот так классно, супер-пупер вообще. И дальше набор междометий и разные лексики, максимально охарактеризующих тот восторг, который неокортекс обещает нам получить. Но по факту, на самом деле, эта штука очень иллюзорная, потому что, смотрите, изменения – это не так, как сейчас. Это априори так, как я не знаю, как будет. И еще раз, изменения – это не так, как есть сейчас. А я знаю, как сейчас. Вот как сейчас я точно знаю. А как будет потом? Да, мне моя фантазия рисует красивые волшебные картинки, о том, что я точно знаю. И когда я спрашиваю, чего ты боишься? Первая реакция бывает такая, ну, в смысле чего? Ничего не боюсь, вообще все круто будет, все будет замечательно. И когда мы дальше начинаем копаться, оказывается, что за вот этой вот неокортексе, в глубине нашего сознания и бессознательного, находится скопление страхов нашего, если хотите, внутреннего ребенка, который в панике и в ужасе боится идти в эти изменения, потому что он там рискует столкнуться с теми видами страхов, которые он боится. Это всегда стресс, да, с которыми он не знает, как справиться. И когда мы начинаем идти и, знаете, распаковывать, вот если то, что называется страх изменений, распаковать, как-то знакомые изменения, я вообще испытала на себе, рыдала как суслик, пока не хочу больше, да, и так бывает. И если вот этот страх изменений распаковать, да, что на самом деле за ним стоит, что на самом деле включает в себе вот этот вот страх изменений, который чаще всего вытеснен в далекий-далекий чулан нашего почти сознания, потому что слишком, уж слишком далекий чулан, и вылазит различными компенсациями, мешающими прийти к тому результату, которому хочется. И в принципе, если мы распакуем вот эти страх изменений, мы встретимся с четырьмя, ну такими условными группами страхов, чего боится человек под этими изменениями, да, и мы можем встретиться с таким страхом, страхом перед давлением и ожиданиями, да, как будто бы нам наше окружение, либо значимые фигуры начнут предъявлять ожидания, и мы в этих изменениях не справимся с их ожиданиями, и это будет оказывать на нас давление. И это вот эти все страхи, о которых сейчас буду говорить, это страхи внутреннего ребенка, это страхи из далекого разного нашего прошлого, когда ребенок на разных этапах, в разных контекстах, ситуациях испытывал это, и не справлялся, но в бессознательное это отложилось. И это может быть страх быть отвергнутым, да, страх быть отвергнутым и покинутым, как будто если я вот в этом моем болотце, я окружен моими близкими людьми, в таком же болотце, но близкими, и если я выйду, да, я пойду к тем изменениям, меня могут бросить, меня могут оставить те, и я опять испытаю страх покинутости, что меня бросили, меня оставили, либо страх отвержения. И это вот эти вот все процессы происходят в бессознательном, в нашем бессознательном, когда мы начинаем пытаться двигаться к изменениям. Это может быть страх игнорирования, да, непонимания, непризнания, игнорирования, либо страх дефицита пространства, что мне не хватит, в моих изменениях не хватит. Так я сижу вот так вот, лапочки, сжав, приняв удобную для окружения позу, не очень шевелюсь. А если я буду пытаться как-то эти лапочки и крылья, да, поднять и расправить, я могу задеть. И многие говорят о том, что я боюсь, что я буду слон в посудной лавке, и если я сейчас вот раскроюсь во всю мощь, полноту, то я пораню окружающих. И мне тогда не хватает пространства идти в эти изменения, потому что я таким образом пораню своих, да, тех, кто находится рядом. Это может быть страх насилия, причем не только физического, а эмоционального, потому что большинство из вас наверняка знают такую штуку, такой феномен, который называют крабец, да, когда если одного краба, если одного краба посадишь в ямку, он выберется, а если посадить их там в десяток, то не выберется ни один, почему? Потому что как только один будет ползти, другие будут силой его утаскивать вниз. И это вот этот вот синдром, не синдром, даже не знаю, как правильно, этот феномен крабить, многие тоже могут опасаться. И из-за этого не идти в изменения, мало того, кроме того, помимо того, что не идти в изменения, еще и не признавать себе в этих страхах, не признаваться в этом себе. И что мы делаем? Что люди делают, когда они с этим всем внутри себя встречаются, и не готовы признавать это? Первое, да, несколько причин, возможно, вы с этим сталкивались. Это может быть отрицание, можем говорить, этого нет. Этого нет, я ничего не боюсь, просто там, ну вот, просто сейчас бурж закипел, поэтому я не позвонила важному человеку. Я ничего не боюсь, просто у меня голова заболела, сил не хватило, я заболел, мне температура накрыла, поэтому я не пошел навстречу. Я ничего, да, и не... не признавать, притворять, сколько бы этого страха нет. Вместе с тем, отыгрывая, да, потому что люди, которые не проживают свои страхи, они их... не признают свои страхи, мы их проживаем, а мы их проигрываем, да, мы отыгрываем этот сценарий в жизни. Есть люди, которые будут блокировать компенсациями различными, да, включать в себе мегабег, мегабег, я имею в виду мегатемп такой, бегом, ран-ран-ран-ран-ран-ран, побежали, 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 для того, чтобы не успевать оглянуться вообще внутрь себя и не почувствовать себя. Могут люди быть, которые будут бороться со страхом. Мы победим страх, вот я его вижу, сейчас я его замочу. У меня неоднозначное отношение к этому. Это, да, имеет место быть, это, да, иногда бывает успешно, но в моей картинке мира, когда человек борется со страхом, со своим, он борется с собой, а в борьбе с собой победителей не бывает. Моя картинка мира. Потому что, когда я насильно побеждаю свой страх, я побеждаю какую-то часть меня, которая требуется в любви и заботе. И тогда я предаю еще больше вот эту часть, которая требовалась в любви и заботе, и она замораживается. И тогда контакт мой с собой внутри меня не улучшается, это факт. Да, я за то, чтобы признавать страх, но я за то, чтобы, я не за то, чтобы бороться с собой. Причем, те, кто знают меня много лет, прям очень много лет, сейчас, наверное, улыбаются, потому что в прошлом я такой знатный достигатор с хорошим опытом борьбы, с собой. Это про меня. Постоянно пытаюсь бороться. Многие борются с собой вместо того, чтобы себя любить и о себе заботиться. Окей. Есть вариант, когда человек будет впадать в жертву для того, чтобы не признавать страх. Ну, то есть, не я боюсь пойти что-то сделать, а это вот президент, какашка. И поэтому у меня не получается. Не я не делаю, да, не я не прикладываю какие-то действия, а мне сказали, что мне позвонят. А почему ты не позвонил? Мне сказали, что мне позвонят. Подожди, а почему ты не перезвонил? Ну, мне сказали, что мне позвонят. А когда тебе сказали? Два дня назад или там неделю назад. А тебе сказали, когда тебе позвонят? Через день. А сколько уже дней прошло? Неделя. А почему ты не поинтересовался? Ну, это же они должны позвонить. ну, вот такие диалоги, причем иногда прям внутренние бывают. Впадая, перекладывая, да, о том, что это не я, это вот он должен, либо она должна в начале, а потом я. Такое впадание в безответственную, да, даже не, ну, когда события происходят со мной, когда я жду о том, что со мной что-то произойдет. Это тоже про меня пишет Тамара. Да, есть вариант, когда мы, просто то, что я сейчас говорю, вот эти вот моменты избегания страха, если вы у себя, я для чего это рассказываю? Если вы у себя это замечаете, делайте себе пунктик о том, что если я так делаю, значит, я чего-то боюсь. И, а чего я боюсь? И, может быть, например, ремонт не только от меня зависит. А, Наталья, как бы вам сказать, я не так давно, не буду сейчас прям долго рассказывать, но человек, который только в мае въехал в квартиру после ремонта, могу вам сказать, однозначно, что огромное количество, просто огромное количество зависит от вас. Вот прям знаю. Знаю, потому что сама вот влетала и тоже, когда-то говорила, ну, нет, на меня зависит. Потом, когда я начала смотреть реально, я поняла, что я перекладываю свою ответственность не на себя, не на кого-то другого. На самом деле, контроль, ну, очень многое зависит от вас. Еще раз, на собственном опыте, мое субъективное. Да, я вот в мае только завершила. Поэтому, очень хорошо знаю, что то, что мне казалось, не зависит ни от меня, на самом деле, очень сильно зависит от меня. Но, это, да, я не буду сейчас перевозить эфир только в тему ремонта, но подумайте о том, что контроль мастеров, договоренности, жесткость, контроль финансов, смет, задержки, незадержки, очень сильно зависит от вас, от того, как вы умеете говорить с мастерами. Проверено. Дальше. Есть такой вариант, когда человек отстраняется, да, то есть он встречается с страхом, он не может этот страх конфинировать, выдержать, и он как будто бы перестает присутствовать. Знаете, так вот, я есть, ну, как бы тело есть, и даже что-то говорит, и даже глаза такие, знаете, попытка изобразить интерес есть, но, в принципе, я уже давно свалила, мне уже давно нет, да, то есть я как бы внутренне, ну, отключаюсь, потому что я не готов, я любой человек, да, не готов встречаться с этим страхом, либо как вариант осуждения, да, он в самом начале говорил, ты что, маленький, ты что боишься там, только маленькие боятся, или только трусы боятся, и тогда, когда мы встречаемся со своим страхом, во-первых, мы не готовы встречаться со страхом другого человека, у нас моментально включается осуждение, и тогда я начинаю мочить сама себя, да, когда я встречаюсь, если у меня есть осуждение страха, я вдруг начинаю чувствовать и осознавать, не дай бог, что я боюсь, что это мой страх, я начинаю мочить еще себя и сама себе говорить, что ты, вот там, ай-яй-яй, как же так можно, ну, или другими какими-то словами, более характерным моему лексикону в общении с собой, например, да, не буду произносить, дабы не, и тогда каждый человек начинает мочить себя, уничтожать себя, осуждать себя, тем самым лишая себя ресурса и сил вообще с этим страхом встретиться и справиться. Справиться – это не про победить, справиться – это про согласиться, что мне страшно и найти ресурс, в это пойти. Меня некоторые мои коллеги, когда я там запускаю какой-то новый проект, особенно если коллеги начинающие, мне говорят, Светка, как тебе не страшно? А мне страшно, мне каждый мой новый проект страшно, очень сильно страшно, честно-честно, и я просто когда-то смогла разделить признание и то, что мне страшно, и то, что я делаю. Если боишься скуки, ну вот, знаешь, что будет скучно и неохота, или это не страх? Скука, ну скука вообще очень своеобразная штука, неоднозначная, не знаю, мне кажется, скука – это когда нет контакта с собой, когда сам с собой скучно, когда я, один наедине с собой, я не могу найти с собой контакт, не знаю, ну, надо посмотреть, да, что такое страх скук, что такое скука для вас. Я давно не знаю, что такое скука, очень давно. Так вот, я про то, что мне часто бывает такое откровение в эфире, мне каждый новый проект, каждый проект, который я делаю первый раз, мне всегда страшно, честно-честно. Просто я боюсь и делаю. Вот боюсь и делаю. Если скучно на работе, тогда это не та работа. Тогда это не та работа. На работе должно быть в кайфе радостно. Как же мне в детстве было скучно, а сейчас круто, да. И я про разделение, да, про, еще раз, про справиться со страхом, это не про победить его, не про забить, а про встретиться, сказать, обнять, прожить и идти, даже если вместе с этим. Да, когда мне говорят, Светка, как ты это делаешь? Да вот так, боюсь и делаю. Мама родная, вот теперь мне сейчас реально станет страшно, потому что у меня закончится батарея. Поэтому я буду быстрее, я ускорюсь. Так вот, давайте, вот это я вам все рассказала в теории, теперь в практике. А что с этим делать? Да, окей, мне, я понимаю, что я здесь где-то торможу, да, что я встречаюсь с каким-то страхом, с которым даже не могу встретиться, но я понимаю, что я через этот страх саботирую, да, я через этот страх не делаю, не двигаюсь в изменения, не делаю то, что должна делать, то, что меня к изменениям приведет. Мне понравилась одна техника, которую давала, я ее в свое время увидела у Алуники Добровольской, и я эту технику даю в, как элемент одной из, одной из практик, я даю ее в антимарафоне. Антимарафоновцы, вы сейчас эту технику узнаете, вы ее знаете, а те, кто не в антимарафоне, для вас это будет интересно. Сейчас, секунду, я найду, чем вы... Смотрите, дело в том, что вот эти вот все страхи, о которых я говорила, они так или иначе, отлично, они так или иначе про взаимодействие с разными системами. мы сами по себе система. Вот такой вот я, например, вот такой вот пазлик, да, вот такой вот я пазлик, прям интересный пазлик, да, и я вхожу во взаимодействие с разными системами, во взаимодействие с моими друзьями, вот эта система, вот эта моя система, вот эта система моих взаимоотношений с друзьями, во взаимоотношения С родственниками, с детьми, женско-мужские, коллегиальные, не знаю, государственные, налоговая система, здравоохранительная система, да, то есть я вхожу в разные системы. И большинство моих страхов, большинство моих страхов, что когда я пойду в изменения, я начну меняться. У меня, я вот здесь вот как-то вот поменяюсь, да, наращу себе объёма масштабности, компетенции, возможности, способностей, и тогда вот эта система меня может начать, видите, вот, всё, тогда либо я её выталкиваю, либо она меня выталкивает, либо я на неё буду давить, и она оказывает мне сопротивление, например, это детско-родительские отношения, я не помню уже, что здесь было, когда я говорила, да, либо я начну выталкивать свои границы, да, либо на меня начнут давить и пытаться впихнуть меня обратно, либо я здесь начну отвергать, либо меня, скорее всего, начнут отвергать, возможно, да, и вот этот вот страх роста, страх изменений, вот здесь вот я взяла и подросла, да, например, это были детско-родительские, когда здесь мои дети, к примеру, ой-ой-ой, это мне батарея пикает, и тогда, если я вдруг вырублюсь, я выйду просто заново в эфир с другого, на всякий случай. Так вот, и так, вот мой страх, если его нарисовать, вот эти все мои страхи изменений, это страх наращивать себе возможности, способности, компетенции, лучшие условия, ещё что-то, потому что, наращивая их здесь, я начинаю становиться неудобной для систем, в которые я вхожу, и тогда, и тогда системы у меня оказывают сопротивление. Физическое давление, эмоциональное давление, игнор меня, выталкивание меня из систем, да, из систем взаимоотношений. И тогда что я, кстати, те, кто в антимарафоне, возможно, с этим рисунком будет понятнее вообще, про что я говорила, когда я говорила про систему. Да, вот здесь вот я подросла, да, я потихонечку превращаюсь в гармоничную личность, в гармоничный круг, и вот эти вот все, занимая те полости, которыми было удобно как-то вот во взаимодействии с другими системами. И тогда что я могу сделать, и вот осознание, да не осознание, простите, а бессознательное знание об этом, включает вот этот страх неизвестности, который включает с собой, да, четыре, о которых я говорила, и тормозит меня. Что я могу сделать для того, чтобы вот эти вот бессознательное знание об этом было другим? И что я могу сделать, чтобы системы не сопротивлялись, а выпиливали под меня новые места? Да, первое, первое, что нужно сделать, нужно составить список, в какие системы вы входите. Вот я только что рисовала мои, у меня немного систем, в которые я вхожу, как-то так получилось, да. Это, 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 у меня, собственно, даже детско-родительских уже не очень есть в контексте, где я ребенок, да, мои царства небесные родители ушли. У меня есть там детско-родительские, когда я, да, со своими детьми, у меня есть друзьями, коллеги, госсистема, налоговая система. И тогда я составляю, еще раз, первое, составить список всех систем, в которые я вхожу, первое. Второе, выяснить для себя, какие системы для меня важно сохранить, потому что те, которые мне не важно сохранить, капара, ну, мне не важно, вытеснят и вытеснят, да, я там, ну что, ну, не будет у меня, окей, будет другой, да. Поменяется у меня круг общения, те, которые реально друзья со мной много лет, или там подруги, которые со мной много лет, я говорю, проверены уже годами и так останутся, те, кто не останутся, ну окей. Да, мы все знаем, что когда мы начинаем двигаться, какая-то часть окружения меняется, так бывает. Какие-то, например, детско-родительские, когда с моими детьми, мне очень важно, да, это моя очень, очень важная для меня система. Госсистема для меня тоже оказалась важна, я вдруг понимаю, что я, ну не вдруг, но я понимаю, что я хочу быть в этой системе, во всяком случае, вот верно на сейчас-то, правда. Там, система взаимоотношений с какими-то отдельными, возможно, друзьями, с родственниками, то, что для меня важно. Окей, у вас два списка. Первый список, в какие системы я вхожу. Второй список, какие из этих для меня важны. И вы должны выделить те системы, которые вам, для вас важны. Далее вы отвечаете на один простой вопрос. Какую цель преследуют эти системы? Иными словами, какую цель в контексте меня преследует эта система? Иными словами, какой ресурс этой системе от меня надо? Что нужно этой системе? Что нужно моим детям? Внимание, времяпрепровождение. Ну, понятно, безопасность, это все базовое, я про это не говорю. В мое внимание и в мое время, времяпрепровождение, качественное времяпрепровождение. Что нужно моим друзьям? Возможно, то же самое, да? Что нужно моей семье? Ну, семье, я имею в виду, родственники, да? То есть, ещё раз, то, что важно, что нужно моей госсистеме, чтобы я налоги вовремя платила, да, или там, налоговые, чтобы я вовремя и честно платила налоги. Что я отвечаю на все, что нужно, например, мужчине, либо мужу? Какой ресурс? То есть, какой ресурс система от меня берёт? Какие цели преследует система, которая важна мне в моём контексте меня? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы посмотрите на свою цель, на ту цель, на те изменения, куда вы хотите прийти. Смотрите на ту цель, которая преследует конкретно эта система. И задаёте самый важный вопрос. Как реализация моей цели, моих изменений, поможет системе реализовать её цель? Когда я стану вот такой вот новой версией себя, когда я реализую вот эти изменения, когда я приду в эти изменения, как мои изменения будут полезны для системы, которой я хочу, взаимоотношения с которой я хочу оставить для себя? И когда вы получите ответ, во-первых, наше бессознательное связано друг с другом, и, собственно говоря, ваш ответ в вашем сознании, отложившись в вашем бессознании, тут же получит систему, с которой вы хотите остаться в контакте. И со временем вы заметите две волшебные вещи. Первое. Вам система начнёт... Сопротивление системы упадёт сильно. Вам система начнёт помогать. Вас начнут вдруг как-то так складываться события, что вдруг всё идёт своим чередом, и вы начинаете получать поддержку даже там, где вы её не ждали. Это первое, что произойдёт. Второе, что произойдёт. Вы заметите, как сильно снизится ваш саботаж изменениям. Как сильно снизится ваш вот этот страх изменений, когда вы не просто на уровне неокортекса, на уровне сознания будете рисовать, какие красивые картинки будут. А когда вы сделаете вот эту соломинку, такую подушку, знаете, коридор безопасности, ещё у нас пару минут осталось, коридор безопасности, когда вам системы все ваши, когда у вас пропадёт бессознательная даже необходимость бояться давления, отвержения, несоответствия ожиданиям. Что я там ещё говорила? Вот всего того, чего я говорила, да? Недостаточность пространства. Помните, я говорила про... Да? А до пространства необходимость расширить себя. Недостаточность пространства, игнор, отвержение, покинуться. У вас пропадёт необходимость в контексте этих ваших изменений. В других, может быть, что-то останется. Мы все живы, мы живём в разных контекстах своей жизни. Но в контексте этих изменений, в контексте этой цели у вас пропадёт необходимость в этом, потому что вы себе создадите коридор безопасности, и вам ваши системы в ваших изменениях будут помогать. Итак, что нужно сделать, чтобы ослабить страх изменений и пойти в свои изменения? Во-первых... А, да, первое. Понимать, куда я хочу прийти. Первое. Второе. Составить список систем, в которые я вхожу. Из них выбрать только те системы, остаться в которой мне важно. Только те. По каждой из этих систем задать себе один вопрос. Один вопрос. Какую цель преследует система? Во взаимоотношениях со мной, да, в моём контексте. Какую цель преследует система? И второй вопрос, ключевой. Как реализация моей цели, моего вот этого расширения, будет способствовать реализации цели системы? Если вы озадачитесь и сделаете эту технику, вот эту вот достаточно, ну и простую, и сложную одновременно процедуру, вы удивитесь, какие изменения начнут происходить в вашей жизни. Резюмирую. У нас есть страх изменений. Страх изменений проявляется саботажем изменений, разными избеганиями почувствовать страх, избеганиями двигаться в эти изменения. Содержит он внутри себя четыре ключевых, во всяком случае, так утверждает Лоуренс, впечатлилась о его работе. Страх перед давлением ожиданиям, перед отвержением покинутостью, перед недостаточностью пространства, перед насилием физическим, энергетическим, вторжением, возможно, в это расширяющееся пространство. Мы, как правило, избегаем этих чувствований, отвергая, делая вещь, что этого нет, компенсируя, впадая в жертву, впадая в осуждение, перекладывая ответственность на кого-то. Справиться мы с этим можем несколькими вопросами. Какие системы я вхожу? Какие из них мне важны? Какие цели преследуют системы, которые мне важны? Как мое изменение способствует, будет способствовать реализации целей этих систем? Сделайте это, не поленитесь. Вы заметите, как начнет по-другому разворачиваться пространство. Я вам говорю спасибо за то, что в четверг вечером были со мной. Я буду рада вашим лайкам, я буду рада вашим комментариям, буду очень благодарна вам за ваши репосты. Если это видео было для вас, если этот эфир был для вас полезен, делитесь, пожалуйста, им. Говорили мы сегодня с вами про страхи, которые нас останавливают. Вот в следующий четверг мы будем говорить про иррациональные страхи, непонятно откуда взявшиеся и почему появившиеся в нашей жизни. С вами была Светлана Горбач, которая уложилась до того, как отключился гаджет. Я вам говорю спасибо, хороших наступающих выходных, пятницы и до следующих встреч. Пока-пока!